Красная площадь – главная достопримечательность столицы, привлекающая внимание не только туристов, но и местных жителей. Она тянется вдоль Кремлевской стены. Улицы, выходящие с площади, вливаются в главные магистрали столицы и расходятся во все концы Москвы. На площади расположены памятники архитектуры, многие из них находятся под охраной ЮНЕСКО. Если идти от метро Охотный ряд, то путь на Красную площадь проходит через Воскресенские ворота, которые располагаются между историческим музеем и зданием бывшей Московской городской думы. Здание думы является собой пример древнерусского зодчества и гармонично сочетается с архитектурой музея. Дополнительная информация. Там же находится нулевой километр. Место, откуда начинается отсчет расстояний, отмечено на брусчатке бронзовым знаком, указывающим стороны света. По традиции гости столицы на нулевом километре бросают через плечо монетку и загадывают желание. У Воскресенских ворот стоит часовня и верская иконы Божьей Матери. Она появилась в 17 веке, первоначально как навес для защиты иконы от непогоды, свой современный вид обрела в 18 столетии. После революции Воскресенские ворота и часовня были разрушены и восстановлены в середине 90-х годов 20 века. При входе на площадь с левой стороны находится Казанский собор, построенный в 17 веке в благодарность за избавление России от польско-литовских захватчиков в 1612 году и в память о погибших. За Казанским собором вдоль Никольской улицы, около Китайгородской стены, расположен монетный двор 17 века. Двухэтажные палаты построены из красного кирпича, внутренний двор украшен колоннами. Между Воскресенскими воротами и собором, напротив исторического музея можно увидеть дом губернского правления. Оно было построено в начале 18 столетия в качестве западного корпуса монетного двора. Он декорирован резолитами, пилястрами, карнизом в стиле барокко. Парадный зал дома оформлен в стиле классицизма. Здание легендарного гума или верхних торговых рядов тянется вдоль Красной площади. Это памятник архитектуры федерального значения, построенный в псевдорусском стиле. Он поражает и внешним видом и внутренним убранством. Со времен Советского Союза здесь продается самое вкусное мороженое. Дополнительная информация. Каждую зиму на Красной площади, рядом с гумом, заливают каток площадью 2800 кварталов. М. На льду одновременно могут кататься до 500 человек. Покататься на коньках сюда приезжают известные российские спортсмены, звезды кино. Напротив гума – кремлевская стена с мавзолеем и некрополем. На мемориальном кладбище захоронены урны с прахом государственных, партийных деятелей, военных СССР, иностранцев-революционеров. Среди них Семин Будинный, Георгий Жуков, Анатолий Луначарский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Серго Арджоникидзе, Мстислав Келдыш, Клара Цеткин, создатель Коммунистической партии Японии Катая МСН, немецкий политик Фриц Гека. Всего более 120 отдельных захоронений и несколько братских могил революционеров. Монументальное здание Красной площади – Мавзолей Ленина. Первоначально он был деревянным, но спустя шесть лет, в 1930 году его, не меняя первоначального облика, перестроили. Мавзолей стал гранитным. С первого дня и до 1993 года у входа дежурил почетный караул. На возвышенности находится лобное место – высокая белокаменная площадка за чугунной оградой. Помост, с которого объявлялись царские указы и оглашались приговоры преступникам, был возведен в XVI веке. На лобное место выносили наследников престола, чтобы показать их народу и не допустить на трон самозванцев. Рядом стоит памятник Кусме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, организовавшим народное ополчение против польских захватчиков в 1612 году. Напротив памятника главная башня Кремля – Спасская. Ее венчает четырехметровая рубиновая звезда, а бой курантов, расположенных на башне, отмечает наступление Нового года. Из 20 башен Кремля на Красную площадь выходит только четыре. В конце площади возвышается Храм Покрова Пресвятой Богородицы – Собор Василия Блаженного. Он был построен по указу Ивана Грозного в XVI веке в честь победы над Казанским ханством. Это один из самых значимых памятников древнерусской архитектуры. Собор украшен уникальной росписью, содержит колоссальную коллекцию предметов церковно-прикладного искусства. Васильевский спуск завершает прогулку по центру столицы и выводит к набережной реки Москва. Эта первая каменная набережная возникла в XVIII веке. Сердце России – Красная площадь, Москва. Станция метро – самый удобный и быстрый способ добраться до точки назначения. Пять веток московского метрополитена напрямую приводят к центру города. Красная площадь – самая знаменитая площадь России. Метро – выход к историческому музею. Сюда ведут несколько остановок подземки Москвы, станции метро Театральная, Замоскворецкая линия, Зеленая ветка, Охотный ряд, Сокольническая линия, Красная ветка, и площадь Революции, Арбатско-Покровская линия, Синяя ветка. Доехав до названных станций нужно выйти в город по указателю – Манежная площадь. Перед глазами будет красное здание исторического музея. Выход к Александровскому саду. Здесь соединяются четыре линии подземки – стация метро Арбатская, Арбатско-Покровская линия, Синяя ветка, Боровицкая, Серпуховско-Темирязевская линия, Серая ветка, Александровский сад, Филевская линия, Голубая ветка, и Библиотека имени Ленина, Сокольническая линия, Красная ветка. Добравшись до одной из этих станций, нужно выйти в город по указателю – Александровский сад. Выйдя на улицу, нужно пройти вдоль Кремлевской стены в сторону центра около 500 метров. Обратите внимание, в вагонах метро находится электронное табло, показывающее, к какой станции приближается поезд. Также каждую остановку объявляют. Как добраться от вокзала? Ярославский вокзал находится рядом со станцией метро – Комсомольская, Сокольнической линии. Нужно спуститься в подземку, проехать 4 остановки до станции Охотный ряд, выйти в город к Манежной площади. Как добраться от Казанского вокзала? До Красной площади можно также доехать на метро от станции «Комсомольская» до Охотного ряда. Ленинградский вокзал находится рядом с перечисленными выше, на площади трех вокзалов. Так же как с Казанского вокзала доехать до Красной площади можно на метро – Сокольническая линия подземки, от станции «Комсомольская» до остановки – Охотный ряд. Время в пути – около 20 минут. Киевский вокзал. К Красной площади ведет прямая ветка Арбатско-Покровской линии. Нужно спуститься в подземку на станции метро «Киевская» проехать одну остановку до станции «Арбатская» или две – до площади Революции. Последняя остановка будет ближе к историческому музею. Время в пути – минус 25 минут. Белорусский вокзал. Чтобы добраться до сердца столицы, можно воспользоваться замоскворецкой линией метрополитена. От станции «Белорусская» до «Театральной» нужно проехать три остановки. Обратите внимание, что до вокзала идут аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево. Павелецкий вокзал. Он также находится на замоскворецкой линии. Чтобы доехать до Красной площади, нужно проехать две остановки от станции «Павелецкая» до «Театральной». Курский вокзал к Красной площади ближе всех. Как добраться на метро? Нужно проехать всего одну остановку. От «Курской» до площади Революции. Автобус метро – самый быстрый и удобный способ добраться до сердца города. Но путешествие наземным общественным транспортом в теплое время года добавит впечатление от центра столицы. До остановки «Красная площадь» ходят два автобуса номер 158, следует от третьего Павелецкого проезда до М. Лубянка и М5, Нагорный бульвар, М. Лубянка. Стоимость проезда на метро и автобусе одинакова. Нужно купить единый билет, который дает право сесть на метро или наземный транспорт. Стоимость одной поездки 55 рублей. Звездочка-велосипед городские власти организовали на территории Москвы прокат велосипедов. Воспользовавшись экологически чистым видом транспорта, можно совершить велосипедную прогулку. Ближайшие пункты аренды находятся около метро, Китай, город, улица. Моросейка, Д, 9, следуя по улице. Моросейка, нужно выехать на улице. Ильинка, которая приведет к зданию ГУМа. Также можно арендовать велосипед у станции «Лубянка», театральный проезд, дом 5, строение 1. От велопроката нужно выехать на Никольскую улицу, которая приведет к Казанскому собору. Стоимость услуги за сутки 150 рублей. Звездочка для оплаты понадобится телефонная и банковская карта. Личный транспорт, прежде чем воспользоваться автомобилем, нужно знать, что движение автотранспорта по Красной площади запрещено. Парковочные места есть, но стоянка платная от звездочка 80 до 200 рублей в час и обычно полностью заполнена. Ближайшие парковки находятся по адресам. Улица. Ильинка, Д, 3 восьмых, строка, 2, Д, 4, Охотный ряд, Д, 1, В, Л, 2, Театральная площадь, Д, 1, В, Л, 1, улица. Воздвиженка, Д, 4 седьмых. Проехать к сердцу Москвы можно только по улице. Маховая. Здесь организовано односторонние движения, поэтому выезд на Маховую с улицы. Большая Якиманка или Кремлевской набережной. Можно проехать максимально близко к Красной площади мимо собора Василия Блаженного по улице. Ильинка. Также из любой точки города можно заказать такси. Важно! На территории Красной площади разрешена фото- и видеосъемка для личных целей. На съемки, проводимые в период подготовки и проведения охранных мероприятий, или связанные с созданием рекламы, иной тиражируемой фото- и видеопродукции, необходимо разрешение комендатуры Кремля. Разрешение можно получить по личному письменному заявлению. Вход на Красную площадь бесплатный, прогуляться по брусчатке можно в любое время суток. При возможности рекомендуем посетить музеи и соборы Московского Кремля, ансамбль колокольни Ивана Великого, царь-колокол и царь-пушку. Билеты можно приобрести в кассах, которые находятся в Александровском саду, справа от входа через Воскресенские ворота. Звездочка цены актуальны на июнь 2018 года. Звездочка цены актуальны на июнь 2018 года.